Продолжение следует... Извините, гражданин следователь, вы в каком звании? Капитан. Так вот, капитан. Я Горбатов Александр Васильевич. 1891 года рождения. Заместитель командира сталинского кавалерийского корпуса. Звание комбриг. Приговор 15 лет плюс 5. Четыре месяца везли из Колымы. Три месяца держали в Бутырках. Четвертый день я здесь, на Лубянке. И бесконечно задают одни и те же вопросы. Зачем? Так, приговор по вашему делу отменен. Распишитесь. Со дня моего противозаконного ареста и по сей день я не подписываю никаких показаний ни на себя, ни на других. Какие бы меры, в каком бы объеме ко мне не применялись. Распишитесь в получении документа об освободении. Вот здесь. И поставьте дату 4 марта 1941 года. Я совершенно свободен. Так точно, товарищ комбриг. Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте, Любовь Сергеевна. Господи, радость какая. Мой муж и сыночек там остались. Как это? Долго жить приказали. Как ты разыскал-то нас? Видишь, выселили. Люди помогли. Собирайся. В Кисловодск. В Кисловодск. В Кисловодск. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 Разговорчики, ожили калеки! Эта бесконечная грубость, просто омерзительная. Ванька наша злодная, я мог в бою жить-то два дня. Камбрик, наша школа тыловая-то. Передавай нас под пули, а сам в укрытии. Шо ему песни играть, сам пой. Цветков, ты почему не поешь? А я слов не знаю. Как я тебе подскажу? Сейчас ты их в раз освоишь, бегом марш! Бегом! Бегом! Шире шаг! Шевели ногами! Звательствуй! Шагом! Цветков, выучил слова? Кипучие, могучие. Цветков, сволочь! Выучил. Пой. Кипучие, могучие. Всем петь! Москва моя, ты самая любимая. Москва моя, ты самая любимая. Роз сыпью не бери, обоим и бери. А мне куда их девать? А ты не ори, раньше надо было думать. У кого еще нет пакета? Кто связным пойдет? Добровольцем не лезь, когда прикажут, тогда пойдешь. Лопатку вытащи. Хамбрик. Да хоть Господь Бог сто разов тебе толковал. Вот ее. Отделение. Становись. Обдушен как при перебежке. При кипуле падай камнем, отползай змеей. Маркевич. Пять-семь метров бегом и сразу падать, чтобы немец, прицелившись, не успел выстрелить. Чухлов. Вот тебе ребенок на мушке каравурит, а ты нахер отполос. Сегодня у нас поиск и боевое крещение. Через три часа отход. В общем, действуйте по утвержденному плану. Немец нас не ждет внезапно за нас. Ложись! Это плохо, что нас обнаружили. Плохо, если минами накроют. Ну ты чего разлегся? Ждешь, чтобы он минами сыпанул. Вперед! Вперед, твою грабину мать! На правый угол сарая! Правый угол сарая! Справа по одному! Отдаву! 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 Перебешкой! 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 За мной! Перебешки! Погибулей! Падай камнем, Отползай змеей! Бухов, не давай залечь! Вперед, калеки, вашу убога мать! Беги пулей, падай камнем, отползай змеёй! Светков, давай! Давай! Вперед, калеки! Консерва! Мясо! Не положено! Мясо! Шнапс! Меж глаз брежу, без шнапса затвоится! Музыка! Связной бегом за старшиной! Надеюсь, к вашей синон! Так, бери все, что можешь, а я вперед! Вперед! Вперед, орёлики! Вперед, орёлики! Ты куда? Вперед, направление, держи, не сбивайся, как баран и куча! Пригнись! Да я уже... Сядь! Сопроводи его! Так он же иди в себе! Эй, ко мне! Что у тебя? Нога. А вы? Супровождаем. Вы придурки, этого не ахрена. Вот этого уберите. Пошли. Пошли. Чаще огонь! Аркевич, не спи! Так, бессмысленная трата патронов! Ну, не ж конкретной цели! Мордой не мелькай! Тебя береги они патроны! Коллеги боговы! Фрицы! Не спи, за серия слева бегут! Шнел! Шнел! Шнел-а! 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 А в вашем душу бога поженят 12 светных апостолов! Добегались, суки! Товарищ наш лейтенант! Отход! Чего? Приказ комбрига! Охренел, что ли, твой комбриг! Мы их сейчас добьем на... Я, как комиссар, не согласен! Есть возможность уничтожить! Слушай, нельзя нам ввязываться в бой! У нас поезд! Время вышло! У немцев вот-вот танки могут прийти! Как танки? Почему? Шире шаг! Шире шаг! Шире шаг! Шире шаг! Бегом! Шире шаг! Бегом! Вот не имется! Спасибо, хоть петь не надо! Чухлов! Шире шаг! Шире шаг! Шире шаг! Вот они, фрицерские красавцы пришли. Прометранспортер с танком. Как же он мог знать, что у немца танки придут? Давно вы едете? Первый день. Комбриг, третью войну. Текучая! Могучая! Не долив... 100 грамм наркомовские! Наливай по булькам! Раз, два, три! Не долив! Перелив! Ну, сейчас отольем! Мамая! Страна моя! Ты самая любимая! Могучая! Кипучая! Могучая! Кипучая! Могучая! Могучая! Кипучая! Могучая! Да! Мамая! Ты самая любимая, ты самая любимая. Видал, какие пивуны? Я категорически не согласен. Это махновцы. Трофеи, пьянка. Вот политдонесение. Все немедленно изъят. Коммунистов доказать, всех до единого. Ну что ты несешь? Трофеи взяты в бою. Шура. Согласно законам и обычаям войны. Ну сам-то не пьешь. Я в 16 лет дал клятву не пить, не курить и не спирнословить. Но в карты не играть клятвы не давал. И что, играешь? Обожаю! Я когда в гусарах служил, на весь эскадрон деньги зарабатывал. Александр Васильевич! Александр Васильевич! Продвижения нет. Пехота залегла. Пехота несет потерю. Так в чем дело, Загорбатов? У дивизии нет условий для нормальной боевой работы. Мы гробим дивизию. Прошу разрешения на маневр. Ты что, охренел? Как я буду докладывать, что исполнение директивы Сталина задерживается еще на сутки? Немедленно вперед и что, безо всяких фокусов. Придумал, понимаешь? Маневр, мать твою, три дня часа задницу! Маневр не спасет. Нужен порыв. Люди жаждут победы. Приказ Ставки. Это приказ Сталина. За мной! Если враг не сдается, его уничтожаю! Ура! 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 Говори! Ура! Главное, это порыв! Ура! Товарищ сержант! Товарищ старший лейтенант! Дядя Петя Цветков! Я людей учил для боя, а не на бойню. А меня матом. Я этого мата наслушался в Лефортовской тюрьме. От следователей. И больше не желаю. Немец мечтает отсидеться до весны. Нельзя ему этого давать? Перемалывать его. Мясорубка. Себя перемалываем. Ты пришел нас учить, а нас учить не надо. Тогда ответь. Сколько надо артиллерии? В расчете на 122 гаубицу. Чтобы подавить немецкую оборону в селе Жигалово. Длина села 3 километра. Не мучайтесь. 18 орудий, 640 снарядов. У меня 8 орудий, 16 снарядов. Чем прикажете воевать? Людьми, на ура! Ты большевик. Если бы мы, большевики, всякий раз ждали, что нам все принесут на блюдечке... Никита Сергеевич. Товарищ Сталин сказал, инициатива в наших руках. И потуги ржавой машины Гитлера не смогут сдержать наш напор. А твой напор сдерживают. Значит, не тот напор. Товарищ маршал, разрешите идти. Иди. Обожди. Чего ты от меня хотел? Разрешение на маневр. Сколько тебе надо? Сутки. Делай. Слушаюсь. Чтоб я больше про твой мат не слышал. Виноват, товарищ маршал. Так ведь Горбатов провоцирует. Затормозил наступление, понимаешь? Изгадил праздник. Ставит себя умнее всех, а я виноват. Посмотрите по приказам. Я все ваши предписания выполнял точно. Идите. Почему покрываешь Горбатого? Конник конника? Он хороший командир дивизии. А вот товарища Мехлис на его счет большие сомнения. Товарищ Мехлис слишком много взваливает на себя государственных забот. Так можно и надорваться. А Горбатов, ним не похристосываешься, это факт. Он уже сейчас может командовать армией. И будет командовать, если доживет. Поехали. Приехал. Надо бы встретить. Я не дежурный, по ротам бегать. Товарищ офицер. Пора начинать. Время дорого. Лучше вы. Вчера мы с вами утвердили, план наступления на город ударной группы. Сегодня рассмотрим план действий на вспомогательное направление. План отвлекающей группы. Давай командующий фронтом, ты у нас главный. Горбатов доложит. Его первая операция в должности командующего армией. Он у нас именинник. Ну что, Александр Васильевич, покажи, какой каравай испек ты себе на именина. Слушаюсь, Георгий Константинович. Оборону противника прорываем с плацдарма. Второй эшелон. Почему с плацдарм? У тебя есть запланированный район для наступления. По последним разведданным, в том районе у противника появились сплошные минные поля. Проволоков пять колов. Там нас ждут. Пять колов, двадцать пять колов. Не надо запудивать. Это зачем наградили? Для наглядности. Убери! Для наглядности. Я тут до войны уток бил. Мы решили. Наступление с неудобного небольшого плацдарма будет неожиданно противнику. Вы решили? Вы решили! А ставка для тебя пустое место? В одиночку думаете немца объегорить? Вам что? Дурнее вас? Тебе что-нибудь непонятно? Да. Что именно? Кто командует армией? Твое наступление запланирована ставкой из определенного района. Он удобен. За него заплачено кровью. А ты хочешь загнать армию на пятачок, где немцы вас обнаружат и всех передушат. Что-нибудь еще не ясно? Кто командует армией? Перерыв! Конов! По вашему приказанию, товарищ маршал... Ты заплаздарм? Я... Я как командарм, товарищ маршал. Было у вас лучшего мнения. Полковник? Товарищ маршал, полковник грузов... Ты кто? Начальник оперативного отдела штаба армии. Ну вот. Образованный штабной офицер. Не то что Конов. Член военного совета. Политработник. Ты за плацдарм? На плацдарме. Противник нас наверняка не ждет. Стратеги. Всех Горбатову подпеваете. Кто хочет высказаться? Товарищ Мехлис. Товарищ Горбатов, ваше предложение отклоняется. Наступать будете из района, запланированного ставкой. Твое мнение горбатое? Должности соответствуют. Я спросил мнение. Прямолинейный поклонник Филорова явно переживает, что в взятии города ему отведена второстепенная роль. Ну, а этот вариант с плацдармом? Не серьезно. Почему? Лишь бы обратить на себя внимание. У нас в Винни-Козыре крести были прошлый кон. Как же Жуков не понял нашего предложения? А тут и понимать нечего. Я только рот успел открыть, для него уже все было ясно. Самовольно менять план ставки, это опаснее, чем идти на немецкие пулеметы. Много твой маршал на немецкие пулеметы ходит. Маршальская смерть, вот она. Из Москвы звяк и на одну звезду меньше, а то и на ты. Позвони Жукову. Или за свои звезды боишься. Позвони Жукову. Соедини с Константиновым. Ну, так разыщите! Заместитель Верховного. Говорят, ему бумагу на подпись дали. Первому заместителю Верховного, так он ее назад выкинул. Я, говорит, не первый, я единственный. А стоит ли на рожун переть против ставки? Потери будут больше. Война без потерь не бывает. По варианту ставки планируем за три дня до 50%. Ну, до конца недели хватит, а там пополнят. А мы вашу даму по усам? Процентики считаете? Да как вы! Батька! Батька! Еду. Жуков Коновалова на НП. Какого Коновалова? Какого Коновалова? У нас один Коновалов. Командир дивизии. Поеду объясняться с единственным. Делом он приехал заниматься. Накобейнился. Уток он здесь бил. Когда меня в Лефортово били, он здесь уток бил. За тебя побрал. Немецкая оборона по высокому берегу. Наше боевое охранение внизу, ближе к нам, сто метров. Как на ладони. Вот они, славяне. Обед в боевое охранение. Немцы привыкли, что они бродят, поэтому я этого разгильдяйства не пресекаю. Перемена поведения может насторожить. На дивизии, введенные на плацдарм до наступления, будут сидеть в укрытиях намертво. Полная маскировка. Иначе провал. Вот наши расчеты. Коновалов. Дивизия готова к переходу на плацдарм, к наступлению. Гуртьев. Готовные стажи. Ладно. Чего не радуешься? Радуюсь. В основном за тебя. Интерес и дело пересилили амбицию. С тобой поговорить одно удовольствие. Георгий, а как же Верховный? Ты ведь рискуешь. А вот это, Александр Васильевич, моя забота. Твое дело, дивизии свои перед этой стенкой не угробить. И еще, подумай, что ты будешь делать, если у тебя здесь все сорвется. Если сорвется, делать будет некому. Товарищ командующий, вас разыскивает генерал Ивашечкин. Ивашечкин, что за паника? Немцы вскрыли наше выдвижение на плацдарм. С чего ты взял? Наблюдатели обнаружили, что они тайно стягивают войска. За полчаса до темноты успели засечь до двух батальонов. Дальше стемнело. Так. Теперь надо успеть с этого чертова плацдарма войска вытянуть. Мартышкин труд. Во сколько это было? Глава колонны появилась за полчаса до темноты. Что будем делать? Наступление с плацдарма отменяем? Будем ложиться спать. Я про плацдарм. А я про что? Суровкин куда? А правиться? А властунские? В животике. Твою мать! Лучше сейчас одного вредителя застрелить, чем потом немец нас увидит, всех порежет. Лейтенант промажет, я исправлю. Идут. И ничего. Ихнее дело ходить, наш дело сидеть. Ползи мудо, пока в партки не навалил. Бараны безмазочные. Весело живете? Товарищ командующий, 1-я стрелковая рота. Командир роты лейтенант Авдошин. Прошу вас терпеливо перенести это сидение. Это не генеральская прихоть и не детские забавы. Это военная хитрость, которая поможет вам победить и сохранить свои жизни. Как фамилия, товарищ боец? Красноармеец Суровкин. Командир полка. Объяви благодарность за отличную маскировку. Слушаюсь. Так его ж силком заставили. Но он же выполнил. А за прошлое чего бронить? Правильно? Давно воюешь, Ротный? Декабрь 41-го. А чего только лейтенант? Это весной училище закончил. Товарищ лейтенант, а как вы его узнали? Я у него еще в дивизии был бойцом. Чего же вы ему не сказали? Может, он вас куда бы назначил? Ага, на кухню. Ну, показывайте своих немцев. Это вчера вечерась была, товарищ генерал. А сегодня днем что? Как все лды, мертвые. Минут через десять-пятнадцать явятся. Кто? Немцы. Что, Вятский, не веришь? Вселды за вселды молись, Вятич, толды цел будешь. Спорим? Сержант Цитварин. А велик ли заклад, товарищ генерал? Откуда такой бойкий? Деревня Вошкино. Что? Никто не верит. Калининская область, Овенческий район, Чистоброневский сельсовет. Деревня Вошкино. Бог создал небо и землю, и Вошкину деревню. Вас. У меня все готово. С темнотой можно всех выводить на первый вариант. У тебя готово, у меня нет. Ну что? Нет. Гляди. Идут. Кто-то? Пехота до батальона. Время простое. Прошу. Что, я немца не видел, что ли? Ох. Ну, где они там? Полоска шоссе блестит, видите? Ну? Дальность три тысячи метров. А? Слева темным пятном пехота. Вижу. Справа две машины идут в обгон. Так точно. Похоже, что с пушками. Собираешься переть в лоб на изготовившегося противника, как в добрые старые времена, и думаешь, что все будет шито крыто? Не понял вас. Хватит прикидываться! Я не артист, прикидываться не умею. Прошу внятно изложить ваши претензии. Товарищ маршал, откуда у вас сведения, что противник вскрыл нашу подготовку? Немец вторые сутки гонит подкрепление! А у тебя сведений нет! Два дня войска противника шли к переднему краю. Ну? Режим обороны противника не изменился, я проверял. Это не смена войск. Ну? Можно подумать, что это подкрепление. Так оно и есть. Эти войска два дня шли в одно и то же время в одном и том же количестве. Ты хочешь сказать, что за полчаса до темноты можно увидеть только то, что тебе хотят показать? Прием рассчитанный на простаков. Вот если бы мы на рассвете засекли хвост колонны, которая за ночь не успела пройти и спрятаться, вот была бы беда. Имитация подкреплений. Зачем, не знаю. Но у нас он ничего не вскрыл. Два вечера, еще не система. Я бы войска с плацдарма вывел. Это приказ? Кто командует армией? Я бы не был. Я бы не был. Я бы не был. Моспин. Ты живой ли? Всяпка. Такой богатырь в печали. А? Ты на меня анимаши, Моспин. После войны женишься, на тещу помахивай. Хочешь рукой, хочешь еще чем. Он женатый. Успел. Как женилка выросла, все в школу, а он в ЗАГС за невестой. Успел. Я выпимши был. Не помню, как расписывали. Сам с ней ложился или кто помог? Так его ж с козой расписали. Одно устройство-то. Рота! С первым залпом по моей команде вылетать пулей! Не дожидаясь помощи отзводных и отделенных. Они помогут. Потом неделю не сядешь. Будете выскакивать? Винтовки не забудьте. О, как же, казенное имущество. Может, еще пригодится. А сколько еще осталось, товарищ Тенатый? Две минуты. Думаешь, вовремя начну-ка? Хрена узнает, тут не поймешь. В прошлый раз колупались, колупались. Господи, хоть бы вовремя начали. Сдуло заряжающееся, Богородица Дева Радуся, первая стрелковая, вперед! Шире шаг! Пошел! Шире шаг, кто жить хочет! Шире шаг! Командир из водополоки с силой прикладом подгоняет. Только бы не залегли. Командир из водополоки! Номи всех наверх! Поломайся! Здесь всех попьем! Возьмевшись с водой! Завстрел скрую! Нашим наверх! Демок ищутся! Теперь я буду набил вас! Ай, черт! Тихо! Ура! Ура! Вперед! Спать пришли, мать вашу! Моспин башку оторву! Ура! 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 Жуков! Я! Сердце с пустотой оказалось верной! Горбатов авантюрист! Выиграл! Работать! Мог и провалиться! Игрок! Оттянет на себя немцев, больше ничего не надо! Поехали! А-а-а! Вошкинский! Я ж твою деревню знаю! От нее семь верст до небес и все лесом! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Сопротивление оказалось сильнее предполагавшегося! Угу! Горбатов идет легко, вышел на цну! Вот оно, плацдармик-то! А ты говорил, несерьезно! Ставка и плацдармики в нашем наступлении не предусматривались! Не надо меня, как шкодливого кота, в мою подпись тыкать! Я от своих слов в жизни не отказывался! Пора бы знать! Ты у Сталина за свой вариант насмерть стоял! Твоему любимцу! В ударную группу дали все, что вы вдвоем клянчили! Мех-корпус, танковый корпус, каф-корпуса! А он на пять верст сдвинулся! Раком, что ли, он у тебя ползает? Мать его! Наступление на город ты провалил? Нет. Провалил? Нет. Город будет брать армия Горбатова. Поздно! Нет, не поздно. Соедините меня с Горбатовым. А я против Горбатова. К такому празднику город должен брать человек с незапятнанной биографией. Города берут военачальники, а не их биографии. Кстати, у меня точно такая же. Нет, не такая. Лично вам доверяет товарищ Сталин. Александр Васильевич, хочу вас обрадовать. С ноля часов ваша задача меняется. Город будете брать именно вы. Поздравляю вас. Горбатов начал отвод своей армии от реки Цна. Ну нет, он у меня пойдет на город. Армия оказалась в мешке. Хорошо, если успеем выбраться. Чепуха, перед вами пустота. Это пустота организованная, ловушка. Садись, Александр Васильевич, садись. Послезавтра государственный праздник. Хорошо бы взять город к празднику, в подарок. Понимаешь, какой отзвук в стране? Ставки. Как это важно для Красной Армии, для нашего фронта. Да и для тебя лично. Другой такой возможности у тебя не будет, это я тебе точно говорю. Александр Васильевич, кто не рискует, тот не выигрывает. Эта игра стоит свечи. Ведь ты же азартный человек. Товарищ командующий. Решение мной принято. Приказы отданы. Встать. Смирно. Приказываю отход прекратить. Армию повернуть на город. Стоять смирно буду. Армию на тот свет не поведу. Отказ от выполнения приказа на поле боя? Неслыханно. Горбатов должен быть отстранен. Основание. Горбатов вовремя отвел армию. Противник ударил по пустому месту. Отказываясь выполнять боевой приказ, он проявил авантюризм и самодурство. Ибо он понятия не имел, как будет действовать противник через двое суток. Случайно вышло, что немцы перешли в наступление. Немцы случайно ничего не делают. Что касается их будущих действий, то это вы не имели понятия. Горбатов имел. Кстати, я тоже. Товарищ член военного совета фронта. Ты кто? Я член военного совета армии. Вот именно, что член. Американский наблюдатель. Позиция удобная, насквозь гнилая. Легкую жизнь нашел. Сгорбатывал сростцы. В рот ему глядишь. Ты кто по званию? Генерал-майор. Ты политработник. Что ты возле начальства околачиваешься? Твое место в ротах. Там решается исход боя. Что ж вы какие-то кривулины ставите, а этот лес не используете? Так и запрещено приказы Верховного. Лес отборный, еще до военное хранение. Генералы готовы воевать сто лет. В мирное ты время свое необходимость так не раздуешь. Быстрее надо воевать, быстрее. Товарищ Сталин в каждом приказе призывает, нужен порыв. Тебя в партии сюда поставили для того, чтобы ты поддакивал генеральской штабной фразеологии. Ты что думаешь, мы тебе и Горбатову спишем, как вы провалили крупнейшую политическую акцию? Взятие города. Как бы не так. Поехали. Он что, так и уехал? А что такого? Приехал и уехал. Спасибо. Ты меня прости, но каждый раз, как он появляется, я вспоминаю о папе, о брате. О том, каким божьим чудом ты воскрес. Поехали. Горбатов? Александр Васильевич? Я. А кто это? Значит, ты живой? Странно. Я была о тебе лучше у мнения. Вы меня знаете? Ну-ка. Ну-ка, 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 ну-ка. Вы? Татьяна Юрьевна? Да, соблаговолела знать. Да, я. Жена комдива Ушакова, пропавшего в сталинской каторке. А Горбатов-то, я вижу, не пропал. Вернулся. Значит, угодил следователю. Вернулся. Ты хочешь сказать, что Костя был в чем-то виноват, а ты нет? Кроме уголовников, там все безвинные. Ну и чем же ты теперь командуешь? Корпусом? Армией. Значит, Костя бы командовал фронтом. У него за гражданскую войну три ордена Красного Знамени было. У тебя один, по-моему. 18 раз ранен. А что ты? Ты что, веришь в Бога? Давайте-ка я вас чаем напою. Сколько же лет мы не виделись? 7 лет. Угу. Пойду на свою казарму гляну. На казарму? Я здесь с 12 по 14 год в царских гусарах служил. Пойду посмотрю. Как же ты здесь очутилась? А Костя здесь когда-то служил. Его в 37-м взяли, когда он дивизией командовал. Но не здесь. Ну, разумеется, я кинулась по тюрьмам его искать. А тут стали брать жен. Ну, умные люди-то подсказали. Меняй адрес, тебя НКВД потеряет. Я вот на чаще все бросила и уехала сюда. А как же жить, работать? А нянькой в горбольнице? Нянькой? А он кем же еще? С двумя высшими образованиями. Нянькой с двумя высшими образованиями. А почему ты со мной так разговариваешь? Будто я горя не знаю. С двумя высшими образованиями. То, что муж рядом, да? Так он чудом остался жив, ясно тебе? Чудом. Непонятно, как там уцелел. Поглядела б ты на него, каким его с Лубянки выпустили. Непонятно, как тот еще жив. А где мой отец? Умер в тюрьме. Где мой брат? Умер в тюрьме. Так откуда ты знаешь? Что у меня на душе? Откуда тебе знать? Что у генерала Горбатого на душе? Ты своего год по тюрьмам искала, а я что делала? Каждый день из этих справочных окон хамские плевки в душу получала. Трехчасовые очереди отстаивала. Угу. Три часа это еще по-божески. Конечно. А то и с утра до ночи. Все так, все так, все так. Но он-то с тобой. А ты, Костю, там? Не встречал? Встречал. Какой он был? Как и все мы. Какой он был? Ну-ка и все! На душе? Какой он для тебя? Все это бедет? Угу. Какой он был? Какой он был? Какой он был? Так, все таки. КОНЕЦ 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 А ну, махни! Чем? Хреном! Распали мозги! Не будем! Фриц! Чего надо? Исчислий! Ах, там, висчислий! Ваня! Смистрелять! Исчислий! Исчислий, Иван! Исчислий, Иван! О, дурак! А ну, Вань! Иван! Иван! Боня! Давай, музык менял! Давай, давай! Твой музык! Отставить. Ну что, вшивая команда, махнемся с Европой. Больно только гормозя наш. Ну что, до смерти не бывать. Эх, подгорная ты, подгорная широкая улица, А под тобой пройти не могут и петух не курица. Продолжение следует... Движение следует... О! Трофей! Из разведки. Товарищ майор, 1-я стрелковая рота. Командир роты старший лейтенант Авдошин. Здравствуйте. Вольно, вольно. Ну, что вы. Вот чешешь, да? Надо познакомиться. Там фрицы. Какие фрицы? Обновенные, с рогами. Охрена ты их привел? Уводи. Приказано, чтобы беседы были. Так, давай мне двух-трех награжденных. Награжденных нет. О, черт. Новички, что ли? Половина из госпиталей. Сам что имеешь? Я как все. Вот наши, так сказать, отличники боевой и политической. Ну, с отличниками можно и в запасном полку побеседовать. Я думал привести вас на настоящую передовую, где люди честно воюют, а не опухают от сна и безделья. Зачем нам это вшивое болото? Идемте, я устрою Горбатову хорошенький скандал. Толя. Только ради вас. А зачем банки? Это если его разведка проволоку будет резать. Или заденут. Банки звук дадут. Странные кочки. Симметричные. Это мины. Разве они должны быть видны? Грунт осел. Конечно, это не дело. Да, у него так же. Надо саперам заявку давать, перезаминирование, а у них людей нет. Полынка. Плохо у нас, грязно. Вам бы ночью посмотреть. У немца ракеты всю ночь, трассирующие летают. Горит что-нибудь. Красота. Как у Куинджи. У кого? У Куинджи? Художник был, передвижник. С эффектами писал. А вы художник? От слова худо. Вы за студию? За студию ходил. А вы... Вы Борис Леонидович Пастернак? Я правильно расслышал? Удивительно. Удивительно. Любитен их тяжелый крест, а ты прекрасно безызвилен. И прелести твои секрет разгадкам жизни равносилен. Спасибо. У вас тут искренность бытия, без комедианства. А каким должен быть край войны? Край жизни? Цветущим? Чистеньким? Может быть. Но так вернее. Без обмана. Товарищ командир, немцы нашу-то гармошку вернули, а Суроккин их не отдает. Немцы-то орут. Иван! Иван, это нехорошо! Отдай мюзик! Иван, это нехорошо! Отдай мюзик! Ну а как же немец? Немец он дурак! Он обезьяну выдумал, а она сидеть не могла. Падала! Русский Иван ей хлопал. Гвоздь приделал, что она сидела и упиралась. Посменялись, тащи обратно. Неудобно перед Европой жуликами быть. Мы с ними воюем, а вы им поддакиваете. Я тебе сейчас по рылу объясню, кто с кем воюет и кто кому поддакивает. А ну бегом! Ожаднили, суки, подавись своим говном! Ванька, ты чего лаешься? Борис Ильич, я неправильно прочитал. Разгадки жизни, не разгадки. Разгадки жизни... Товарищ командир. А он кто? Начальник. Какой он тебе начальник? Знаменитый поэт. Отец его художником был, тоже знаменит. Знаменитые те, которые давно померли. Пушкин, да? А то кто ж? Данге! Фрис, как живешь? Куда пойдешь? Оставь нас! Огонь по фашисту! Чего кричишь? Человек свою музыку берет. Какой он такой прориткий только. Борис Леонидович, да это ж братания. За это под трибунал. Толя, я полагаю, вам здесь лучше не командовать. Пожалуйста, пожалуйста. Здрасте. А кто это? Руководитель делегации из Донбасса. Хочет батьку видеть. Не может быть. Не может быть. Не может быть. Узнал. Я своего комиссара всегда узнаю. Но вот как я тебя не узнала... Знаменательная встреча. Ну что, за нашу дивизию? Живали. Южнее действует. Гвардейцы. Ну, за Сталинград. Как меня тогда не вовремя, а? Мы бы ту поганую деревню взяли бы. Взяли бы. Главное, порыв. Да еж. Во, во, во. Мои мысли. Быстрее надо воевать. Иначе народ в России кончится. Одни бабы остались. Да и те на себе, Паш. Как на себе? Шесть баб в один плуг. Лошадей-то нету. Какой ужас. Нет. Нет. Нет, не согласен. Не согласен. На стылу истинный порыв. Праздник. Оккупацию, как страшный сон, вспоминают. Все для фронта. Такие факты мобилизует личный состав на подъем. А со снабжением как у вас? Ой, ты ешь, ешь. Ну как? Пепелище. Фронт рядом. Шахты взорваны. У шахтеров работы нет. Ложись да помирай. Сил нет. Леса крепежного нет. При проходке своды крепить. Ну, не до нас. Все на фронт. Конов. Писатель? Это который? А, майор Борисов. Писатель что-то вызывает. Давай. Нет, ты у меня отбал. Что, не вкусно? Да нет, ну что ты. Ну и ешь на здоровье. Ешь. Чем богат? Позову Гал, он тебя силой накормит. Хм. Да нельзя мне привыкать. Какой лес ты нужен? А у тебя что, он есть? Ну, годится. Сколько его здесь у нас? Пока обнаружено 1100 кубов. Ну что, берешь или нет? Да ты что, шутишь? Нам шутить некогда. Господи, да у нас на каждую жердину молятся. Тут. Да ты что, этот лес пальцем нельзя трогать. А люди пускай мучаются. О шахтерах, пусть думает, государственные органы. И Гитлер голосит, и Гебель сврет, как мерен. Но тают корпуса фашистских малачей. Часы пока идут, и маятник качается, и стрелочки бегут. И все как полагается, но механизм у них плохого сорта. Часы крепят, пружина стерта. Исправить их нельзя, прислушайтесь к часам. Их только можно выбросить, как кламку. Выступает наша дорогая гостья Клава из Донбасса. Камера 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 Женщины на женщинах пашут, хлебом таким не подавимся, хлеб наш насущный дашь нам днесь. Скажи мне, где ты, куда тебя забросила война? Где ты, где ты, скажи мне, где ты, куда тебя забросила война? С этим лесом я за тебя боюсь. Не тебе бы. А может быть, как раз мне? Грузить я приказал на перегоне, чтоб незаметней. Вывозить будто на тыловой рубеж, главное вытолкнуть, а там зеленая сама пойдет. Да ты пойми. Иван, ты предупредил, я пренебрег. Приказал самодурам. Мой ответ, а ты живи спокойно. Старший лейтенант Авдошин? Я. Пересталон. Сдать оружие. А ты мне его давал? Прими руки от старшего лейтенанта. Ты, харя. Стрелять буду. Ваня, прими вправо. Давай. Не треба. Не треба! А, твою мать! Не любит! Не любит! Отставить. Что там? Черт бы их взял, им было приказано после концерта. Что приказано? Кому? При чем тут этот офицер? Я его по плацдарму помню. ЧП у нас. У этого офицера брата не с немцами. Ты что, бредишь? А ну прекратить! Марш отсюда! Продолжайте. Продолжайте. Вот. Полит донесение о братании. И приказ о мерах. Нужен твой автограф. Авдошина к высшей мере. Остальные в штрафную. Дожили до позора. Досадно. Досадно. Авдошин. Показался он мне. Авдошин. Так уж и вышку. Выжечь! Пришел проститься. Обстановка позволяет еще погостить. Борис Леонидович, вы уж извините. Но кто же мог знать? Прошу. А что такое? Я же приказал найти их участок. Борис Леонидович угодил как раз в эту роту. Ну, спасибо. Вот за этот позор, который вы видели, мы и будем... Какой позор? Где? В этой роте с гармошкой. А я как раз хотел поблагодарить вас за это. Извините. Я увидел людей, достигших высшей степени свободы. Да так естественно, что они даже сами не замечают этого. Вы об этом? Да. Налицо воинское преступление. Командир подлежит расстрелу. Этот мальчик? На войне различий по возрасту нет. Да. Идет священная война. Ваше право казнить или миловать. Но для меня этот случай имеет совершенно особое значение. Эти люди существуют на краю жизни и смерти. И все, кроме жизни и смерти, потеряло для них всяческий смысл. И тогда наступает освобождение. От обязательств. От обязанностей. Враги немцы вели себя точно так же. Просто люди выбрали жизнь. Сколько это рота там находится? Да там тихий участок, курорт. Я спросил, сколько? Сейчас. Святой и грешный русский чудо-человек. Теркин отличные стихи, Твардовский в них точен. Я ведь о том же. Именно человеческая двойственность. В данном случае, вместо ненависти, на которую красноармейцы имеют полное право, вместо ожидаемой, обоюдной, звериной агрессивности, вверх взяло прекрасное человека дружи. Не ради ли этого мы в конечном счете и ведем эту страшную войну? Ну, почему, чтобы возвыситься, люди должны так опуститься? Они там два месяца. Ну, за два месяца и не на таком курорте можно опуститься. Войскам надо вовремя давать смену. Люди есть люди. Они, по возможности, должны мыться в бане, спать, раздеваясь до белья, ходить в рост, глядеть кино, бегать по бабам, наконец. Военная прямота. Может, в этом и есть истинный гуманизм? Не знаю. Если бы я думал о гуманизме, то избрал бы другую профессию. Это точно. А ну, поехали на тот курорт. Давненько я на курортах не бывал. В целях усиления боевой активности им приказано выстреливать по противнику по 120 патронов в сутки. Гильзы сдавать по счету. Так. Они по немцу, немец по ним. Тут не на гармошах. Тут война. Трешена! 120. Давай, сбирай. Паразиты. А теперь мои посчитай. Сыграть-то спать. Я чешову дуру с гильзами придумал. Да испытай-то вон у старшего лейтенанта. А эти стороне? В честь всего салют. Пригнись. Противник тоже ведет огневой бой. С его полком. Так точно. Глуб. Постой. Фондей. Где погоны? Вань-то дома, Майки нет! Вань-то дома, Майки нет! Вань-то дома, Майки нет! Ушел, товарищ командующий. Сквозь землю, что ли? Раскопать! Бойцов надо с лопатами, товарищ командующий. Где люди? Я, товарищ командующий, отстранен. Это разве траншея? Канава! Это что? Вот это? Укрытие? Собачья нора! В чем дело? Я тебя по плацдаруму помню, ты боевой офицер. Ну, ступали на город, хорошо шли, с музыкой. А нас сюда. Чего нам грязь копать? Наше дело вперед, на запад. Даешь город. А патроны в воздух сжечь, это как? Так от нас стрелянные кильз требуют, по счету. Это как? Немцев пустую злить, чтобы он по нас стрелял. Так на кой нам? Ну, что скажете, господа начальники? Курорт. А что же вы на этом курорте сами не живете? Командир полка. Когда ты был здесь последний раз? Как часто ты обязан обходить оборону полка? Раз в три дня. Как часто должна меняться подстилочная солома в землянках личного состава? Раз в три дня. Если все забыли, напоминаю. В обороне обязательное соблюдение личной гигиены. Ежедневное умывание, бритье, чистые подворотнички. Каждые десять дней баня с прожаркой. Когда роты была последний раз в бане? Еще до наступления. Товарищ командующий, все будет исправлено. Ты уже исправлять ничего не будешь. Я вас от командования полком отстраняю. А ты командуешь ротой, так командуй. И нечего тут цирк устраивать. Слушаюсь. Вы самовольно вывезли 50 тысяч километров леса. Это преступление. Вам придется ответить на многие другие вопросы. Преступление с лесом? Завершение длинной цепи иных деяний. В Лефортовской тюрьме меня допрашивал один следователь. Столбунский. Наши полномочия даны Политбюро. Горбатову нужно срочно искать замену. То есть? Заключение комиссии. Преступник не может быть военачальником. Да и командарман никуда и шли. Так. Одна фоноберия. Да разве дело в батьке? А в ком? В Жукове. Товарищ генерал. Оперативная? Нет. По плану наступления. Позже. Жуков когда-то был в подчинении Рокоссовского. Ну а характер-то мы все знаем. А Рокоссовский, чтобы от него избавиться, выдвинул его на повышение. Так. И под Москвой в 41-м между ними не все было гладко. А Мехли все это знает и крутит, вертит. Потому что Сталин еще раньше Жукова с генштаба снял. А батька человек Жукова. Ну а лес-то тут при чем? Тебя. Конов! Все. Едет Мехлис. За батькой. Разрешите. Товарищ член военного совета. Здравствуйте, Александр Васильевич. Какие-нибудь новые замыслы по поводу наступления? Наступление на город. Мы как все. Вы, конечно, человек скромный, без претензий. Но зачем же так дешево себя оценить? Вы никак, все. У меня к вам просьба. Точнее, к ней, Александр, а она, кстати, здорова? Все хорошо? Так точно. Чайком не угостите. С утра на ногах. Не нусь! Не примите за пустой комплимент, но чай у вас отменный. Чай. Чайок, чаек. А что, если нам на стол что-нибудь погорячее поставить? Нет, нет. Я знаю, хозяин в зароке. А мы с хозяйкой выпьем. Марк Твен сказал, Никогда не отказывайся от добрых дел, если они тебе не причинят большого вреда. И никогда не отказывайся от выпивки. Ни при каких обстоятельствах. Прекрасно. Я сейчас. Ну. Подарок московских писателей. Вот они, инженеры человеческих душ. И чтоб с вашей помощью мужу хорошо воевалось. Я долго присматривался к вам. Ихай слышал много хорошего о вас. Должен сказать, что не верил. Теперь вижу, что был неправ. Вы мне тоже не понравились. Извините. Ваше здоровье, Александр Васильевич. Впереди большие дела. Командование ждет от вас интересных, неординарных действий. Впрочем, что я вас учу. История с лесом показала, что вы не только военачальник, но и государственный человек. А комиссия? Какая комиссия? Ах, комиссия. Была комиссия. Вся вышла. Господи. Да, это случается. Эта комиссия всех ввела в заблуждение. Меня в первую очередь. Но хозяинам объехать не удалось. Хозяин всю билиберду, что они насочиняли. Мимо ушей. Но про лес спросил. Горбатов знал, что лес нельзя вывозить? Так точно, знал. Кто вам сказал, что он знал? Сам Горбатов. Хозяин сказал, это на Горбатого похоже. Горбатого только могилой исправит. Но раз не было личного интереса, стало быть, его интерес в этом лесе является государственным. На этом деле ставим точку. Я верил. Я знал. Ну, оцените, каков юмор у хозяина. Я знал, что уши не нужно развешивать. Надо верить в себя. Сталинград прошел. Ну, ничего. Вот. Наступление коси глазом. И впереди людей не ней. Не дай бог зацепит. Остальные отстамши. Кто тебе вычет, кто привяжет? А? Батальон! В походную колонну становись! Четвертая рота! В походную колонну становись! Пятая рота становись! Владычица, царица небесная! Спасибо, милый. Да, рота! Веселей! 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 Пятая! Второй минометная шагом марш! И, как ступые дычки. Пулеметчики чего ждете! Дядя! Ровно идут ваши дивизии. Правый штанг! Бою мать, каждый пули кланяйся! Какой дом вперед? Крой-то разобраться! Раз инструктора, бегом! Чего докладывают? Бегут немцы. Теперь наш праздник. Город впереди. Это точно. Мак, я Бутон. Отключаюсь, ухожу вперед. Они говорят, на бедне пойдем. Я хочу пуховическое прихотное училище в Великом Устье. Они две бутылки немецкого рома взяли. Одну мне отдали, одну сами раздавили. Да врут, что одну. Разберись, разберись. Интервал держи! Город! Правильно поставленная задача основа успеха. Вы верно мыслите. Четкость это главное. А где же фрицы, товарищ капитан? За городом дракуют. Ух! Наступление Гуртьева захлебнулось. Что? Гуртьев остановлен. Ерунда какая-то. Гуртьева, немедленно вперед! Гуртьев несет бессмысленные потери. А какая же война без крови? Товарищ Горбатов прав. Нельзя терять темп. Всех офицеров вперед! В цепь! Не можете организовать бой. Винтовку в руки! Вперед, как хреновые! Вперед! Ранен? Никак нет. А ну, вперед! Ты кто? Связись. А где твой аппарат? Где твоя катушка? У вас что? Не справлюсь с возвратной пружины. Нужен оружейный мастер. Я за него! А ну, вперед! Отсидеться хотите? Шире шаг! Стыдно, Гуртьев! А еще сталинградец! Нужен маневр! Нужен порыв! На маневр нет времени! Демец лайфует! А вы поддались! Народ ждет взятия города! Нельзя портить праздник! Вперед! О, на чем? Помогите! 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 Ложись! Ложись! Ложись, твою мать! Ложись! 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 Попадешь! А ты, я не знаю! Попадешь! Вы что? Попадешь! И это не знаю! Русские! Русские! Куски! Куски! Что такое? Русские! Отставить! Русские! Русские. 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 Товарищ комбрик. Откуда знаешь? Товарищ комбрик. Товарищ комбрик. Товарищ комбрик. Ты кто? Командер, команда. Их даю. Как же так? Как же так? Товарищ комбрик. Конечно. Думал, зацепило. Товарищ комбрик, я, кажется, убит. Убит. Шура. Куда ты? Куда ты, ранен? А мне кровь Гурдьева. 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 А мне кровь Гурдьева.